Добрый день, Александр! Поздравляю вас с началом Еврокубков! Вы провели первый тур с командой Манчестер Юнайтед. Была сложная игра, но вы выиграли. Расскажите, пожалуйста, как готовились к игре и как в итоге она для вас сложилась? Готовились довольно долго, поскольку последний матч у нас был, можно сказать, в конце осени. Поэтому всю зиму мы готовили, старались, чтобы достойно провести этот матч. Я думаю, что сыграли достойно, все парни молодцы. Мы боролись, не могу сказать, несмотря на счет, что матч был легкий. Матч был довольно напряженный, тяжелый. Долгое время счет не был в нашу пользу. Мы вообще первый пропустили, потом сравняли. 1-1 закончили первый тайм. То есть игра явно не была легкой. Естественно, спасибо Манчестер Юнайтед за игру. Достойные ребята, мне лично и думаю команде понравилось с ними играть. Именно был футбол. Что касается моей команды, все проявили себя здорово, хорошая самоотдача. Ну и позабивали те моменты, что должны были. Еще пара была, но я думаю, это уже было бы несправедливо по отношению к Манчестер Юнайтед. А так счет, я думаю, по игре. А если на частоту вы долгое время играли только в испанской лиге, а Манчестер Юнайтед все-таки новая команда из другой лиги, чувствуется какая-то разница, какой-то баланс, может быть, в какую-то сторону между лигами? Я скажу так, по классу команда приблизительно равна нам. Но это что касается по классу. Моменты мы лучше свои использовали, и, откровенно сказать, моментов у нас было больше. У нас было где-то 7-8 моментов, может быть, даже 9, а у них было моментов штуки 4, может быть. Ну и они, соответственно, половину своих забили. Что касается класса команды Манчестер Юнайтед, еще раз повторюсь, они равны нам по классу, ну, по лиге. И, насколько я следил за английской лигой, считаю, что она по классу, опять же, сопоставима с нами. То есть, ну, там может быть плюс-минус за счет каких-то отдельных игроков, а так, в целом, думаю, лиги примерно одинаковые. Считаю, что это две самые сильные лиги, ни в коем случае не в обиду остальным лигам. Ну, просто вот мое видение именно за коробку. Ну, вопрос больше не в классе, как бы. Класс, я думаю, покажут уже сами Еврокубки, а вот именно стиль игры. Отличается чем-то, или вам кажется, это все индивидуально от игроков зависит? Скорее, индивидуально от игроков. Что касается Манчестера, я не почувствовал какой-то особенной игры, ну, вот именно стиля. Они играли, ну, чем-то схоже с нами. То есть, не было там какой-то высочайшей техники, как я наблюдал, там, допустим, у итальянских команд. Еще что-то. Безусловно, ребята техничные, хорошие, но играет примерно так же, как у нас в Испании. То есть, я думаю, что они бы были примерно на тех же местах, что и мы. То есть, там, пятая, четвертая, может, шестая, плюс-минус. Хорошо. Спасибо большое. Успехов вам. Всего доброго. Добрый день, Михаил. Добрый день. Поздравляю вас с началом Еврокубка. Да, не с чем поздравлять. Но все равно для вас, как бы, первая игра, первый шаг навстречу к победам. Хотя сегодня вы проиграли, к сожалению, команде Барселоны. Можно сказать, второй состав Манчестер проиграл в первом составе Барселоны, да? Вот это да, вы нам расскажите. Да, расскажу. То есть, мы, конечно, хотели бы сыграть в субботу, когда у нас пришли бы все наши лидеры. Благодаря новому регламенту, который, кстати, очень хороший, поэтому тут вообще никаких претензий. Мы были гостями, и поэтому подстраивались под команду соперника. Собственно, поэтому сегодня играли, можно сказать, с одной вынужденной заменой, с новичком, с непроверенным. Вот, ну, который, в принципе, стал хорошо, хотя один мяч привез. Но, вообще, первый тайм еще как бы хватило сил. Пропустили дурацкий гол, немного не забили. Как много? Ну, два мяча не забили еще, да? А второй тайм, конечно, уже просто не успевали, не добегали, просто они нас перебегали. Вот, но могу сказать, да, еще один игрок играл с травмой, потому что заменить его бой некем, он в первом тайме потянулся. И, в принципе, для, можно сказать, что играли всемиром. Вот, Барселоне спасибо за игру, хорошая команда. Ну, ну, я думаю, во втором круге мы соберемся в то время, когда нам будет удобно, и тогда уже дадим бой. На самом деле, что сегодня, по большому счету, во втором тайме мы только отбивались. Ну, зато я попрыгал, как раз-таки, два месяца без игрой практики почти. Поэтому, в принципе, в принципе, хорошо побегали. Все понимали, что сегодня будет очень сложно без лидеров, без наших. Вот, ну, в принципе, хорошая игра, хорошая погода. Ну, и спасибо команде, да. И, в принципе, все. Спасибо. Спасибо вам.